Смотри, ты хочешь научиться писать злую музыку? Мелодию? Злые, как стая диких волков. Ладно, я не такой злой сегодня. Не такой злой, как мелодию, которую мы будем писать. Но, что сегодня будем делать? Сорян, что пропал. Здравствуйте. Совсем забыл поздороваться. Добрый. Да, что я сегодня буду тереть? Тереть я буду темные уголки нашего гармонического Лос-Анджелеса. В общем-то, темные уголки гармонии. И то, как получать из мелодии не мелодичность, или там заразность, вирусность, а как получать брутальность, агрессию, злость, ярость и все вот эти темно-кровавые спектры. И это, конечно же, не минор, к которому мы привыкли. На котором я воспитывал на мажоре, на миноре более же пяти лет на Fall Studio Pro воспитывал музыкантов. Но сейчас, поварившись какое-то время, ну, можно сказать, в жанре, который базируется на этой самой агрессии, а G-House, внедрившись в этот G-House под видом присмыкающегося, как вы уже поняли из недавнего видео, который называется «Первый эпизод». Объясню позже, когда выйдет второй. Поварился там и понял, что у начинающих там еще хуже дела, чем в соседних жанрах. Поэтому вот этот урок я и стал записывать. Да, теперь о новостях. Те, кто посмотрел первый эпизод, спросят, чего второй от него ходит, Паш? А Павлик ответит. А я взмахнулся на то, что очень сложно. И оказывается, часто выпускать такое с моей-то еще деятельностью, это сложно. Ну, короче, не бойтесь, более половины скрипта написано, и это все в процессе. Поэтому, как будет, так будет. Пусть эпизоды выходят, как выходят. Это такой тяжелый формат, он хоть и необычный, как и я, и вы поняли по реакции на первый эпизод в комментариях. Спасибо, кстати. Душевное спасибо за все истории, которыми вы поделились со мной. Я лично ответил практически на все. Я думаю, на последний не отвечал только. Но это было круто. И это был классный опыт для меня. Но этот формат, помните, не бросаю. Да, я что понял-то? Нужно просто делать больше контента. Поэтому, помимо такого сложного формата и монтажа, я буду выпускать и обычные, наверное, все-таки видосы. И коротенькие, и длинненькие. И давайте, наверное, стримы попробуем начать. Онлайн-трансляции, я имею в виду. Тоже будет полезно. А то что-то канал уже загнется. Будем воскрешать. А теперь, после брутальнейшей заставки, мы перейдем к теме нашего урока. Ну и, как обычно, наверное, будут кое-какие новости в конце этого видео. Поехали. В проекте, с которым мы будем работать, не обращайте внимания на всю эту лесопилку, дров, которую вы внизу видите. Уши. Да, так как мы все-таки будем работать, ну, в агрессивных спектрах, давайте в руки возьмем брутальный инструмент. И достаточно низкий. Так как в основном басовые партии пишутся на этих вот моментах. Но вы скажете, инструменты там пишутся, но мы будем писать, в основном мы будем писать именно басовые партии сегодня и посмотрим, как это все работает. Итак, вы видите, что сейчас сетка выставлена здесь, в пенеру, не совсем логично. Короче, все вот это вот брутальное, которое вы слышите, да? И которое мы можем заметить во всех вот этих партиях, я сейчас, давайте, только оставлю бочку и басовые партии буду только оставлять. Такая вот. Да, такая вот. Одинаково почти все звучит, правильно же? G-House, да, он отличается вот тем, что басовые партии пишутся вот так вот. Ритмически там в основном все отличается, но по ноткам вот так все примерно бегает, да? В районе двух-трех нот часто. Но по каким-то спешл событиям там четырех. Но вы сразу заметите, что акцент ведется на переключении полутона вот этого, начального полутона. И кто-то может сказать, что мы пишем, на самом деле, в миноре просто начиная со второй ступени. Типа мы, если вы были, да, в привычном нам до, но миноре. Типа вот оно. Сходится же, да, все по сетке вроде как. Просто мы со второй ступенью пишем. Но это можно на это так смотреть, никто не запрещает. Но просто корень всего зла в этих спектрах музыкальных, вот этих темных жанрах, лежит в двух ладах, которые называются... Сейчас я иду, внимание, в piano roll, в you, и потом только scale highlighting. И это подсказки, это подсветка вот этого поля, если кто неопытный в FL Studio, объясняю. Мы на ноте сейчас ре будем строить, ну, то есть D, поэтому тональность ре. Выберу. И лады, о которых я буду говорить, это локрен и фриджен. Локрен и фриджен на самом деле отличаются только одной ступенькой. Вы можете посмотреть, какой. Вон она там бегает сзади. Но я буду говорить про фриджен, так как вроде он чуть-чуть темнее, насколько я помню. На самом деле точно не помню, кто из них темнее, но будем говорить про фриджен. Они отличаются, опять же, одной ноткой, до которой вы вряд ли дойдете. Потому что вот потолок иногда вот тут вот заканчивается, куда уходят мелодии в этих жанрах. Да, так оно и есть. То есть акцентирование этой брутальности, это еще и минимализм в нотах. Только, может быть, в инструментах. Не в басовых партиях, а в инструментах вы куда-то там уйдете выше. И как вы видите, в отличие от того, что вы до этого на этом канале видели, в уроках там в миноре, здесь формула вообще отличается. Здесь от первой до второй ступени полутон. Что ни в миноре, ни в мажоре не бывает. Поэтому они не такие агрессивные. Вот и все. Вот и весь секрет. То есть врубайте вот эту шкалу, фриген, и стройте свои нотки. Самое главное, внимание, все в ритмике заключается, если мы говорим про G-хаус. Так, здесь ля выберем. И когда мы рисуем эти партии, просто отталкиваемся от чувства ритма бочки. Всегда прописываем бочку, естественно, пока пишем эти партии, потому что именно оттуда, от прямой бочки, мы и затрагиваем все это движение. И от темпа тут зависит многое. Все-таки когда медленнее, чуть брутальнее в этом жанре. Но есть уж, конечно, совсем нижний предел, куда уходить не стоит. Я думаю, в 80 это вообще будет уже перебор. В этом случае 95-100 будет классно. И очень интересно и полезно. О, нет. Ну зачем ты это сделал? Использовать роллы. Роллы это такие быстрые переборы. Вот здесь вот сейчас вы поймете. Не по сетке даже. Но просто представьте, что мы делим эту ячейку на двое, чтобы вот такой вот эффектик получался. Что самое первое, что дает брутальность? Это понятное дело, что мы должны использовать инструменты, которые звучат брутально. Поэтому вот здесь вот брас. Это для и трэпа, и G-хаус одинаково работает. То есть брасы, стебы, которые либо в начале, либо в перебивках атакуют, звучат вот так вот яро. Обычно как раз начинается все с тоники. То есть вот если бы мы, например, смотрели на ту композицию, которая здесь получилась в демке. Извиняюсь сразу за качество этой демки. Просто набросал из первой, вот самый первый бас в линии. Это вообще миди все, которое я готовлю. Брас. Который звучит на ноте, соответственно, той, которая играет в основном здесь. Ну, тоника этой тональности, это ре. Поэтому всегда атакуем брасами, либо стебами на этой ноте. И, как здесь видно, переходик на один полутон выше. И вот агрессия и живет между первым и вторым полутоном. Что логично, в миноре и мажоре может быть только вот со второй на третьей ступени, но вы тогда потеряете всю структуру, если вы будете бас, например, или там все остальные инструменты станической ступени. Теоретически, это как бы не работает внутри минора и мажора. Это вот работает внутри фригийского и лакрийского. Вроде как лакрийский, да, правильно по-русски. Лакрийского ладов. Вот, например, трэповский проект. Те же самые законы абсолютно. Поэтому те, кто трэп обычно пишут, все законы, что я говорю сейчас про G-хаус, они абсолютно так же там сохраняются. Просто ломанный ритм орудует там. Естественно, влияние, само влияние оказывает тембр. Как ни странно, да? Потому что, естественно, это тембральная краска. И все вот эти басовые тембры атакующие. Для G-хауса больше вот такие атакующие будут вещи. Что касается поддерживающих синтов, там, атакующих, брасовых, стебовых, это... Нужно, естественно, брать соответствующие для вашего жанра. Вот этот принцип, лакрийский лад, он, конечно, и лежит в основе, но чем вы пользуетесь, чем вы обыгрываете, я имею в виду инструменты, очень сильно влияет, очень сильно. Нельзя написать классные, злые, бешеные мелодии и партии с стандартными какими-то там вещами, с невзрачными синтами и пресетами. Это будет не очень классно. Да, что касается, что это за пак-то? Это как раз вот то, что я сейчас и готовлю. На днях выйдет пак от Black Cobra, G-хаус продюсер. Акцент, как вы поняли, на вот эти вот все инструменты, то, что необходимо агрессивным жанрам, в частности, G-хаусу здесь. Оттуда можно, конечно, лепить и бейс-хаус, и бразилиан-бейс, и слэп-хаус. Ну и трэперы тоже можете кайфовануть от этого всего дела. Там я собираю и миди. Вот это вот как раз партии все для басовых линий агрессивных. Короче, что там внутри? Я чуть подробнее в конце, может быть, зацеплю, если успеем. Да, естественно, и инструменты, которые вы берете на роль лидирующих, ведущих, это будут какие-то минималистичные, опять же, инструменты, не сильно нагруженные, не супер пилы, скорее всего, как в трансе там или в хаус музыке. Эстетически прикольные, минималистичные. Может быть, и часто в агрессивных жанрах подчеркивает даже эротичность и какую-то соблазнительность восточными и средневосточными инструментами. И в данном случае, вот, например, для моего проекта Black Cobra, у него появляется свой стиль, который я нащупал достаточно быстро. И частью этого стиля также являются, частью не всем стилем, а частью являются средневосточные инструменты. И я советую вам не брать сэмплы, готовые сэмплы вот этих вот. Можете, конечно, брать сэмплы и извращаться как-то с ними, но главное не оставлять их хотя бы в том виде, в котором они есть. Потому что, скорее всего, у вас будут проблемы с Content ID либо там определением прав с теми же, кто будет использовать эти же сэмплы. Режьте их, извращайтесь с ними, если лучше используете сэмплы. А так, я, конечно, советую прописывать эти вот партии на playable в библиотеках сэмплов. То есть те, которые можно обыграть в легато. Скорее всего, вы хотите подчеркнуть это легато партий. Вот, например, как здесь. Такая штука, как ней. Это вот такая флейта, средневосточная флейта. Вот такой вот струнный инструмент, как Oud. И он, естественно, не обязан слушаться структуры басовых нот, басовой мелодии, имею в виду. Он, конечно, не будет так в низке, потому что он будет, скорее всего, кликтовать и звучать плохо. И прописывайте уже как угодно его. Он будет немножко коррелировать с басовыми нотами, естественно, с басовыми ступенями, но где-то он может отходить от этого. То есть он все-таки имеет чуть больше свободы в своей мелодике. Аккорды, аккорды прописывать сильно не получится здесь. То есть если вы захотите прописать аккорды под это все дело, тут потеряется агрессия просто. Поэтому на задние планы, на задние планы что мы можем запихать? Это либо какие-то текстурные пейзажи на тонической ступени. Это, скорее всего, будет рэ, да? Для этого не всегда это нужно. Задний план я имею в виду инструменты. Вот. Либо пауэр-экорд на тонике. Тоже может выдержать. Но это уже больше вайба, больше гармонии придает, как только вы добавляете квинту. В общем, больше информации в голову G-House слушателей меньше в толку. Одну нотку. не самая подходящая текстура и слишком явно звучит, но вы понимаете, о чем я, да? Как только мы строим аккорд, например, по логике, по ступеням он подходит. Все. Мы потеряли, тут же мы потеряли вот эту самую брутальность, поэтому минималистичность в плане гармонии, в плане инструментов, а в плане аранжировки не минималистичность, конечно же, в плане именно структуры аранжировки. Там надо пихать как можно всего больше, и чем брутальнее звуки, тем брутальнее результат. Выстрелы, перебивки, жесткие барабаны, жесткая перкуссия, перезарядка оружия. Рики, Ору, Рики. Такой финал. Да. Как вы думаете, почему G-House так называется? Правильно, потому что Gangster House. Gangster почему? Потому что сначала читали вроде как рэп под это дело. Появился изначально как хаос. Немедленный сначала бит был, 128 был темп, и под это читали рэп. И это уже было темно по гармонии. Сейчас уже G-House достаточно вариативный. Сейчас и медленный есть, который даже без рэпа просто вот на синтах существует, на эстетике этнических инструментов. И какой-то еще так же быстрый G-House под рэп остался. В Black Cobra я как раз пишу два оттенка G-House. Это Action House, такой нагруженный инструментами и спецэффектами. Более быстрый. И очень медленный соблазнительный эротический G-House. Сейчас сохраним и загрузим, например, Candy Shop, который был. Как раз Candy Shop взят в основу, естественно, не мелодии из Candy Shop. И вот вы понимаете, что вот эта вот темная атмосферка, она и в хип-хопе использовалась тогда, чтобы придать хип-хопу либо брутальности, либо седактив. Это соблазнительности, эротичности, соблазнительности, агрессию, потому что хип-хоп все-таки агрессивный жанр. И там это сплошь и рядом, вот этот вот Локрин и Фриджин лады. Поэтому, взглянув на Candy Shop, сейчас я его открою. Если вы Black Cobra и Candy Shop слышали, то звучит вроде просто, но там все живье писалось реально живьем контактом, поэтому фиговая туча инструментов. Атакует, брасит все эти брасы стеба на нотке. Тут у нас до, изначальный сэмпл был. Ну, так как я его на минус октаву взял, потом поднял на плюс две. Значит, это что? Ре. На Ре все это дело брасит. И вот этот басик играет по Ре, Ми бемоль. Ре, Ми бемоль. И все вот это вот утонченное живье подпевает, естественно, вот этим вот перепеванием двух ноток. И как следствие в нотке Candy Shop это вот эта вот вещь. Вы тоже это чувствуете, да? Чувствуете? Вот это вот чем-то попахивает, что-то знакомое. Нет, не могу вспомнить. Но, да, это вот Candy Shop так исполняется. Если кто-то спрашивает, что это за инструмент, который сам дьявол использовал в том треке, вот, амнисферовский пресед вот так называется. Скатывайте быстрее, пока никто не видит. Ну и на дропе, естественно, то же самое. Сабик на только Ре. Опять же, тоника больше всего подчеркивается. Даже если вот мелодия начинается, как вы видите, у Candy Shop эта мелодия начинается не сразу же, и со второй ступени все равно подчеркивается тоника, потому что мы, еще раз, постоянно играемся разницами между первой и второй ступенью, где, помните, разница полутон. И я носил струнные вот здесь вот настолько вот низкие. Второй дропик получился в классическом G House с басом, как раз рассказчистым, атакующим басом. И это немножко отступление от ведущей мелодии самого Candy Shop но, да, вот так вот оно. Здесь это уже срендеренные инструменты. Как звучит Candy Shop оригинальный? Он звучит не совсем зло, он звучит, да, агрессивненько, но он звучит эротично. Здесь я подмечаю важность тембров, инструментов. Там звучат прикольные флейты, тоже этнические, но там более высокие вещи звучат. И вот эти Oriental Arabic Strings струнные, они более высокие там, поэтому звучит соблазнительно, звучит эротично. У моей Black Obrer версии звучание, если это можно назвать эротичное, то это такой BDSM спектр эротики, да. Более зло, более агрессивно, потому что инструменты ниже и особенно на дропе это вообще жесть. Это прям подвальчик. Да, пока не забыл, что хотел еще сказать-то по ритмике. Мы не все разобрали по ритмике. Еще одна вещица есть в ритмике интересная, которая вам поможет создать, ну, добавить, так скажем, специй к вашей агрессии. Иногда используйте, пожалуйста, триплеты. А, нашел. Вот в этой вот басовой линии очень хорошо слышно вот такой вот приемчик, который называется триплеты в ритмике. То есть, можно полностью написать партию в триплетах. Это будет звучать гипнотически. Вот самое главное, наверное, что доносит триплеты относительно прямой ритмики, потому что у вас в любом будет в случае бочка, да, и она в прямой ритмике. Триплеты, это когда вы вырубаете либо одно шестое, либо одно третье деление бита, либо степа, шага. Вот. То есть, бит, один удар кик, когда делится не на 4, не на 8, не на 2, а на 3. То есть, нечетное число. Вот какой эффект. Внимание, вот эта вот партия вся написана не в триплетах, вот эта в триплетах. Ну, вот эта часть в триплетах. Тут участвуют, опять же, и триплеты, и не триплеты, и контраст между вот этим вот четным делением и нечетным делением бита. Можно поиграться, можно добиться такой хищности, такой утонченности вот в этой ритмике этими вещами Поэтому триплеты, либо полностью прописывайте партии из триплетов И получается у вас вся композиция будет на них базироваться А есть такие композиции, целиком базирующиеся на триплетах Либо разбавляйте и давайте контраст Опять же, если в этот момент бас в линии будут инструменты играть, они, скорее всего, будут также в триплетах И драм-партия будет как-то так же хэтиками, там не хэтиками, перкуссии обрисовываться также в триплетах Законы будут работать, потому что одновременно это будет не очень Ну если у вас драмка прописана в прямых делениях, в четных А бас в линии в триплетах, скорее всего, будет шляпа Ну попробуйте, может у кого-то и получится Теперь, как получить такие же темные оттенки от мелодии, от партий, но в пределах, например, минора Потому что это действительно можно, и там есть несколько приемчиков, которые вам помогут это сделать Оставаясь в мелодике Я только с бочкой буду, здесь вся остальная вещь, структура не подстроена под эти остальные басовые партии Вот какой есть приемчик интересный Удерживание Внимание Я перейду в лад минор натуральный Тоника ди, то есть ре Удерживание долго первой ступени, чтобы дать мозгу привыкнуть к ней И потом более быстрая вырисовка другими ступенями Тут можете пробовать как угодно, но моя любимая 1, 6, 7, да, шестая ступень, седьмая ступень То есть после того, как мозг привык, они вот так вот выводят слушателя в другую сторону Вот как это звучит Не как минор, правда же? Не как бы это звучало вот так вот И от тембра тут ничего не зависит Тут реально зависит все от гармонических фишек Сентиментальненько стало звучать, правильно? Поэтому есть вот такие приемы Вы можете как угодно долго держать Вот это, например, могли бы держать 4 такта И потом 2 такта здесь на шестой 2 такта здесь на седьмой Можно дольше удерживать, но это скучно будет В G-House особенно это вообще скучно будет Такие есть фишки Здесь где-то еще есть пара басовых линий, которые во тоже Тут тоника будет другая, поэтому поставим сейчас ее Не так зло уже, но в итоге это можно, да В итоге можно вот такими вещами как-то выкручиваться Еще раз повторюсь, это можно будет комбинировать с мелодиками минора То есть гипнотизировать как-то на этой одной ступени Переигрывая какими-то высокими И вот так вот более брутально, плюс зло и мелодично Как-то можно попробовать сделать Поэтому не все так печально, если вы подумали, что только в Африген и в Локриену придется запираться И последний моментик, давайте зацепим Казалось бы, вроде бы не так, не удерживаем внимания, но Вторая ступень, да, у минора В каких-то жанрах она вообще не используется Это действительно так, в каких-то она может использоваться Опять же, аккорды от этих вещей будут Особенно второй ступени будет уменьшенной Будет не очень звучать Придется, возможно, выкрутиться только терцей Но вот эта штука дает агрессию Опять же, вы спросите, где тут удерживание-то долго на одной ступени? На самом деле удерживание Относительно вот этого вот перехода, который не по тактовой, а вот по полутактовой Одна басовая ступень, полутакт Вот это мы все-таки удерживаем Поэтому, да, это также удерживание И поэтому она звучит агрессивнее Тоника и удерживание Больше внимания на ней И потом только показывание какой-то разницы И дает вот эти вот темные все, которые я уже сто раз перечислял Характеристики музыки Вот, короче, как это все звучит Все вот эти басики, все тембры, которые вы слышали Эффекты, какие-то спецэффекты Все будет лежать вот в этом паке Который в течение недели выйдет Посвященному G-House в основном Но, как я и говорил, оттуда много чего можно рисовать И бас в линии там будут в миди-формате И подчеркнуто, какой там лад использовался И, естественно, ваншоты Ваншоты, ваншоты, ваншоты Самые жестокие и злые ваншоты Из мира G-House музыки Синты и инструменты также будут Специально для любителей этники и эстетики минимализма Там все это будет посвящено вот этим темам Драма-луп, фил и эффекты также включаю В общем, если честно Злая штука получается Я вот иногда даже, знаете, что делаю? Вот иногда просто браузер открытый Короче, жмешь по папке Рычит Вот рычит и все Я не знаю, что делать Я EFL-ке 15 лет пользуюсь Я не знаю, что происходит Сумасшествие какое-то Вот на этом, наверное, это все Если видео понравилось Вы что делать, знаете, куда идти, куда жить, знаете Не забудьте подписаться И колокольчик рубить Потому что, мало ли, может быть, забыли Понравилось видео? Поставили лайк И понаписали что-нибудь в комментарии Может быть, пожелание по поводу стрима Потому что, да, чего бы нет, хочу попробовать Либо это будет свободное общение Либо мы будем что-то там писать Пока не знаю И темы для видео, да Для будущих видео тоже пишите темы Будет классно почитать Те запросы, которые под эпизодом номер один Я это все тоже учитываю И это все идет в тот же формат Поэтому не парьтесь По этому поводу Кого душа кричала в прошлом моем видео На этом у меня все Это был Паша И проект AFL Studio Pro Увидимся с вами в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok